Всем добрый день. Сегодня у нас в гостях Евгений Юрьевич Спицын, известный специалист, историк. И обсудим как раз... Евгений Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. Обсудим важные темы, которые периодически возникают, и хочется у них разобраться, насколько они спекулятивны или действительно за ними есть какая-то фундаментальная основа. Начнем, наверное, с темы риска Третьей мировой войны, потому что все чаще он возникает. И не только в наших СМИ, и в зарубежных. С другой стороны, мы знаем и высказывания первых лиц, то есть и президента России, что если такой конфликт произойдет на таком уровне, то после этого просто никого не останется. И, в принципе, непонятно, для чего тогда нужен конфликт такого уровня. Вот что об этом можно сказать. Вот как здесь отделить зерна от плевел, для чего это нужно, для чего возникает вот эта вот тема Третьей мировой войны, и для чего, кому это нужно, а что здесь стоит выделить? Слушайте, ну здесь есть разные подходы и разные оценки. Кто-то говорит о том, что события на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира, в том же Азиатско-Тихоокеанском регионе, это есть лишь прелюдия к Третьей мировой войне. И что если вовремя мы не остановимся, то действительно вспыхнет Третья мировая война, по итогам которой камня на камне не останется от планеты, Земля. Это одна позиция. Вторая позиция состоит в том, что Третья мировая война уже является свершившим фактом. Просто мы привыкли оценивать по старинке мировые войны участием больших контингентов войск, армий, фронтов на полях сражений и т.д. и т.п. Но сейчас вот в условиях цифровизации, освоения космического пространства, создания спутниковых группировок, компьютерных технологий и т.д. Эта война носит уже прокси-характер. Она многофакторная и многовекторная. Поэтому по факту эта война идет, просто разные сегменты этой войны, они превалируют в тот или иной период. Я думаю, что здесь с одной стороны право идти и другие. Это как в диалектике. Борьба единства противоположностей. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. То, что такая война была неизбежна, я говорил с самого начала. И не сейчас, и не 10 лет назад, а еще четверть века назад. Из чего я делал такой вывод? Дело в том, что начиная где-то с 17 века, все военные конфликты в Европе, а Европа была понятна тогда центром вселенной, центром мира, политическим центром. Европейские войны, они приобретали общемировой масштаб и характер. И по итогам этих войн всегда создавались новые системы международных отношений. То есть определялись правила игры, которые соблюдались на протяжении энного количества лет. Ну, как правило, это несколько десятков до сотни лет. Вот первым таким крупным общеевропейским конфликтом, а по сути мировым конфликтом, стала 30-летняя война в Европе 1618-1848 годов, которая завершилась подписанием Вестфальского мира. Значит, по итогам этой войны произошел фактически раскол Европы, причем, значит, официальный раскол Европы на две группы государств. Значит, отчасти центральная и практически вся Южная Европа, которая находилась под пятой Ватикана, осталась католической по итогам религиозных войн, которые полыхали еще в 16 веке. Вспоминайте христианскую войну в Германии, начало 16 века, Лютера, Кальвина, Гугенотов во Франции и т.д. и т.п. И вот вишенкой на торте, значит, по итогам вот этих вот религиозных войн, как раз и стал Вестфальский мир. Это так называемый длинный 16 век, как его называли еще в западной историографии. И отчасти в нашей историографии, ну, например, тот же Андрей Ильич Фурс. Так вот, значит, Юг Европы и Центр, ну, отчасти Центр, но Бавария, они остались в лоне традиционной католической церкви, а большая часть Центральной Европы, за исключением Польши, и весь север Европы, он стал протестантским. Там разные протестантские, значит, конфессии, англикане, литеране, это неважно. Но в целом вот это вот произошло. Россия в данном случае, она осталась за бортом, как бы, этого деления, но у нас шел параллельный процесс, связанный с никоминянской реформой. Потому что даже некоторые историки, в частности, Глинчикова, она рассматривала странным образом движение того же Аввакума и других лидеров, староверцев или старообрядцев. Там тоже споры идут, как их правильно называть. Хотя, мне кажется, это несущественно. Вот неким аналогом как раз вот тех самых кальвинистов или гугенотов, ну и так далее, и так далее. Хотя тут, напротив, значит, возникает какое-то противоречие. Ведь с точки здравого смысла или логики, значит, своеобразными гугенотами или кальвинистами на русский манер были как раз никоминяне, а не те, кто придерживался старого обряда или старой веры. Потому что, когда начинает там умничать, говорить про староверие или старообрядство, что это разные, значит, направления, я думаю, что это все от лукавого. Поскольку в русской православной церкви догматика, как таковая, она большой роли не играла. Не только среди прихожан, но даже среди церковного клира. Потому что подавляющая часть простых церковников, они вообще читать-то толком не умели. И молитвы читали во многом, заучив их наизусть. А для православного человека главным было соблюдение, строгое соблюдение именно обряда. Поэтому никоминянскую реформу и называют во многом обрядовой реформой. Там замена, условно говоря, двоеперстиевых, трееперстиевых, ну и так далее, и так далее. И поэтому противников никоминянства, на мой взгляд, совершенно правильно называли старообрядцами. То есть они отстаивали традиционные старые обряды, которые существовали в русской церкви еще с момента крещения Руси. Но это мы немножко отошли в сторону, я просто, чтобы людям вот панораму, картину эту, что ли, дать. То есть России тоже не осталось в стороне от этого процесса, только у нас этот процесс пошел по нашему сугубо национальному пути. И вот этот Вествальский мир, он, по сути дела, стал первым мировым конфликтом общеевропейского масштаба, который отчасти не захватил Россию. Были установлены правила игры, и эти правила игры худо-бедно соблюдались на протяжении 17-го и почти всего 18-го века. А затем наступила эпоха наполеоновских войн. Наполеоновские войны выросли из революционных войн, напрямую связанных с Великой Французской революцией. И вот наполеоновские войны в прямом смысле уже носили общий мировой характер, поскольку был затронут не только европейский континент, но и африканский и азиатский континенты. И даже отчасти те же североамериканские и Соединенные Штаты. Они, правда, играли опосредованную роль, но, тем не менее, мы знаем, что целый ряд видных деятелей французской революции, они принимали активное участие и в так называемой американской буржуазной революции. Например, Тадеуш Костюшко, который был подданным польской короне, он воевал в американской армии, даже был достойен ордена Цецената. Это первая и высшая государственная награда США, которую заслужил сам Джордж Вашингтон и так далее, и так далее. И вот по итогам наполеоновских войн был созван Венский конгресс. Я, когда учился в институте, я как раз писал диплом об истории Венского конгресса и о русско-английских отношениях на этом конгрессе, на тех противоречиях и причинах возникновения новой коалиции в составе Австрии, Франции, Франции, поверженной Франции и Великобритании, которая была создана в пику прочей России именно на этом конгрессе. Казалось бы, победители собрались делить Наполеоновскую империю и восстанавливать легитимные монархии, но разругались дрызг из-за польско-саксонского вопроса. И пользуясь, кстати, очень умело пользуясь вот этими разногласиями в польском и в саксонском вопросе, Шарль Моррис Толеран, представитель Франции, побежденной страны, сумел войти в концерт четырех великих держав и даже подбить Меттерниха и Касселери, и Веллингтона к подписанию военного союза, который, по сути дела, столкнул лбами вчерашних союзников. Это надо было ухитриться. Но потом произошли знаменитые сто дней Наполеона. Вчерашние союзники вновь вынуждены были объединиться под угрозой восстановления Наполеона на престоле. Ну, мы хорошо знаем разгром Наполеона при Ватерлоу. И как только, значит, Наполеон был вторично разгромлен и сослан уже подальше от Европы на остров Святой Елены, подписывается заключительный акт Венского конгресса. И вот этот заключительный акт Венского конгресса, он создал новую систему международных отношений. в мировом масштабе, который получил название, понятно, Венская система. Значит, историки спорят, сколько она просуществовала. Одни говорят, что она просуществовала ровно 40 лет до так называемой Восточной, или как у нас называют ее, Крымской компании. Многие, кстати, указывают на то обстоятельство, что вот эта Восточная, или Крымская компания, она носила, в общем-то, тоже общий мировой характер. Почему? Потому что боевые действия со стороны наших противников, коалиции Великобритании, Франции, Сардинии и Турции шли не только в Крыму. Они шли на Кавказе, они шли на Белом море, они шли даже на Дальнем Востоке. Вспоминайте оборону Петропавловского, Камчатского от британского флота. И бедняжка, значит, британский адмирал, который командовал небольшой эскадрой, создавший Петропавловск-Камчатский, он даже пустил себе пулю в лоб, поскольку для него провал его десантной операции стал просто самым настоящим шоком и позором, который он смыл только собственной кровью. Да, Аланские острова, кстати, были тоже атакованы нашими противниками. И вот по итогам этой войны был подписан Парижский договор и вроде бы создана новая система. Правда, она как-то в историографии получила странное название Крымская система. Историки до сих пор спорят по этому вопросу, к единому мнению не пришли. И я больше все-таки склоняюсь к тому, что Венская система, она просуществовала ровно сто лет. То есть до начала Первой мировой войны. То есть до 1914 года. А так называемая Крымская система, она, скорее всего, была подсистемой в рамках вот этой Венской системы, поскольку действительно Россия временно выпала из концерта великих держав и вплоть до 1970 года, то есть аннулирования наиболее позорных статей Парижского договора, значит, эта подсистема действительно играла такую доминирующую роль. Но в целом, если так по-большому, то она не разрушила Венскую систему. То есть Венская система в своих основных компонентах она все-таки сохранилась. Затем Первая мировая война, по итогам Первой мировой войны создается новая система международных отношений, которая известна под названием Версальско-Вашингтонская система, которая создавалась поэтапно тоже. Сначала на Версальском конгрессе, потом, значит, стараниями президента США Вильсона вот эти вот знаменитые 14 пунктов Вильсона и потом создание Лиги наций как венец как бы этой системы. Почему она и называется Версальско-Вашингтонская? Ну, она просуществовала буквально 20 лет, даже меньше. И маршал Фош, кстати, он совершенно справедливо заметил, когда подписывались Версальские соглашения, что мы подписали перемирие на 20 лет. Он как в воду глядел. Ну, и создание вот этой Версальско-Вашингтонской системы, оно, по сути дела, и спровоцировало рост реваншистских настроений в Германии и других побежденных странах, но прежде всего в Германии приход Гитлера к власти и так далее, и так далее. Если бы тогдашние правители Великобритании и Франции прежде всего были бы маленько поумнее, то они бы значит не унижали бы столь Германию, а они ее унизили до нельца. Я просто тут один эпизод приведу любопытный. О нем мало кто знает, но он во многом дает ответ на вопрос, а почему значит британцы и французы себя так повели по отношению к Германии. Дело в том, что еще летом 1916 года по инициативе Асквита, это тогдашний премьер Великобритании, и Пуанкаре в Париже проходила международная экономическая конференция, экономическая, не военная и не политическая, где обсуждался вопрос о том, а что мы будем делать после войны с поверженной Германией. И значит британцы и французы сговорились вместе о том, что они будут проводить политику по стерилизации Германии, то есть ликвидации ее всего промышленного потенциала, не только военного, но вообще всего промышленного потенциала и превращение Германии в общеевропейское поле для овечек. То есть это будет сельскохозяйственный предаток Европы, объединенной Европы. Россия в лице Покровского, а Николай Николаевич Покровский, он был руководителем российской делегации на этих переговорах. Тогда он занимал пост государственного контролера, а потом уже после возвращения из Парижа через месяц он сменит Сергея Дмитриевича Сазонова на посту министра иностранных дел. Вот он последний министр иностранных дел Российской империи. Сазонов категорически отказался подписывать эти документы. Почему? Очевидно. Дело в том, что начиная где-то с конца 19 века, после завершения так называемых таможенных войн, Германия была главным внешнеторговым партнером России. То есть, если до этого такую роль играла Великобритания, то вот со времен Александра III главным внешнеполитическим торговым партнером России была именно Германия. она была для нас поставщиком технологичной промышленной продукции. Мы были поставщиком на территории Германии нашей сельхозпродукции. Объемы были колоссальные, уровень внешнеторговых оборотов был тоже колоссальный. И понятно, что при такой политике по отношению Германии со стороны наших союзников Россия просто понятно, теряла огромный рынок сбыта своих товаров и т.д. Некоторые историки, в частности Саша Пыжиков, они высказали предположение, что именно вот эта позиция России и подтолкнула британские власти, прежде всего разведку британскую и французскую, активно участвовать в событиях февраля-марта 1917 года. То есть сменить царский режим, и понятно, что правительство царское, которое было бы более послушным, что называется. Но это вопрос дискуссионный, мы сейчас на нем останавливаться не будем. И вот эту идею по стерилизации Германии британцы и французы по сути и попытались реализовать в Версальско-Вашингтонских договоренностях. И это естественно вызвало состояние в германском обществе состояние просто апатии, состояние колоссальной социальной напряженности и т.д. и т.п. Именно на этих настроениях во власть влетел Гитлер, ну и так далее, и так далее. Опять-таки долгую историю не буду рассказать. А уже по итогам Второй мировой войны складывается Ялтинско-Подздамская система международных отношений, которая просуществовала вплоть до крушения Советского Союза. Юридическим актом, который окончательно закрепил все договоренности, достигнутые лидерами Большой Тройки в Тегеране, особенно в Ялте и Подздаме, стал Хейсельский заключительный акт, подписанный Брежневу 1 августа 1975 года, который застолбил все послевоенные границы в Европе. Причем под этим подписались лидеры всех европейских государств, за исключением Албании, которые просто не пригласили на конференцию в Хельсинке. Яна вообще не участвовала в этом общеевропейском процессе, который, кстати, шел еще 1969 года. Он просто поэтапно шел. И лидеры США и Канады. Ну и казалось бы, вот он, незыблемый мир, значит, плюс организация объединенных наций, плюс право вета пяти постоянных членов ООН. То есть мы создали надежный механизм предотвращения новой мировой бойни, ну и т.д. и т.п. Но те процессы, которые начались в нашей стране, то, что мы называем перестройкой, они спровоцировали тонические процессы в самой Европе. Сначала развал Югославии и ладно бы развал, так там началась война, прежде всего между хорватами и сербами, а отношения между ними всегда были крайне острые. Дальше это распад Чехословакии, и это наконец крушение Варшавского договора, а затем Советского Союза. То есть все Ялтинско-Потсдамские договоренности и Хельсинский заключительный акт, они умерли. Никаких норм международного права больше уже не существовало. Вот это надо четко уяснить. То есть те правила игры, которые были заложены в Ялте и Потсдаме, а затем еще раз подтверждены в Хельсинском заключительном акте, они просто перестали существовать. К этому активно, очень активно руку приложили прежде всего британцы и американцы. Ну, тут достаточно один факт привести. когда на Украине 1 декабря 1991 года прошел референдум о независимости, то уже на следующий день эту независимость признали почти все европейские государства. А 3 декабря эту независимость признали 68 государств мира. То есть Украина находится в составе Союза СССР. еще никакого развала Союза СССР нету, еще Беловежских соглашений нету, они произойдут только спустя несколько дней, а ведущие мировые державы, в том числе и все европейские державы, уже признают независимость Украины. Понимаете? О каких нормах международного права мы вообще говорим? При этом я замечу, что референдум на Украине был проведен в нарушении не союзного законодательства, а даже своего республиканского, поскольку они акт государственной незалежности приняли 24 августа 1991 года, то есть сразу после подавления так называемого августовского пуча, и по закону они должны были этот акт вынести на референдум. Но закон четко гласил, что вот такой референдум мог состояться не ранее шести и не позднее девяти месяцев с момента принятия этого акта Верховным Советом Украинской СССР. То есть если действовать по закону, то референдум они могли назначить только на 24 февраля 92 года, это в лучшем случае. В лучшем случае. Они его провели 1 декабря 91 года, понятно почему, потому что на эту дату были назначены выборы первого президента Украины. Понятно, да? И вот как раз воспользовавшись итогами этого референдума, промыв людям мозги, Кравчук и повел себя как главный инициатор развала Советского Союза и подписания вот тех самых Беловечных соглашений. Вот. Для них это просто была манна небесная. Она рухнула им на голову с неба. они просто обалдели, они растерялись, они сами не знают, что делать. И здесь им, что называется, руку помощи в развале Советского Союза предложил не кто-нибудь, а сама Россия. Это надо быть полными идиотами, взять, разрушать своими руками историческую Россию. То есть отдавать вот эти бандеровские сволочи наши исторические земли. когда они существовали в рамках Украинской СССР, тут особых проблем не было, потому что это было единое союзное государство между Россией, Белоруссией, Украиной, Молдавией и так далее. Никаких государственных границ не было, никаких таможенных, пограничных постов и так далее не было. Это была чисто административная граница. Когда вот говорят о том, что сдали Украину, они заложили бомбу, ну хватит лапшу на уши вешать. Это была чисто административная граница. Никто Украине ничего не отдавал. Это в рамках единого союзного государства, СССР, просто, условно говоря, происходила административная нарезка тех или иных субъектов. За историю Советского Союза таких примеров передачи тех или иных субъектов федерации или формирования новых субъектов административных, они проходили сплошь и рядом. Даже на территории самой Центральной России существовала там какая-нибудь крупная Орловская область, потом ее брали, делили на более мелкие области, Курская, Брянская и пошло поехало. Ну, условно говоря, я сейчас утрирую, понимаете, то же самое касалось административных границ в рамках Поволжских регионов, Сибирских регионов, Среднеазиатских регионов и т.д. и т.п. Это специально с больной головы до здоровья. И вот как только рухнула эта подздамская система, я сразу, будучи историком и, значит, детально занимаясь историей Венского Конгресса, понял, что с развалом вот этой Ялтинско-Подздамской системы международных отношений старые правила ушли в прошлое, старые институты подвисли в воздухе, а новых нету. А как они будут формироваться? Американцы тогда посчитали, что они теперь властелины мира. А зачем создавать новую систему международных отношений, систему сдержек и противовесов, нам не надо ни с кем договариваться. Мы сами с усами. Все. Мы одержали победу в холодной войне. Никакой новой системы международных отношений, где бы согласовывались интересы всех крупнейших игроков, мировой политики не будет. Но свято места просто не бывает. Американцы плохо знают историю. Не только свою, но и мировую. в масштабах всего земного шарика мир существовать вне рамок какой-то установленной и признаваемой основными игроками международной системы отношений существовать не может. Просто по природе своей не может. Если нету правил игры, то невозможно разруливать международные мировые проблемы. если нету реального рычага управления мировыми процессами. Вот в 40-е 80-е годы такая система была и были такие инструменты. В том числе и Совет Безопасности ООН. Вот о чем речь шла. Поэтому я тогда сразу сказал и в публичном пространстве и в узком кругу, что выстраивая новую систему международных отношений, оно в обязательном порядке произойдет по итогам нового вооруженного конфликта. Масштабного вооруженного конфликта. А вот когда он будет, я тогда естественно предполагать не мог. И где он будет, я предполагать не мог. Но с момента госпереворота на Украине я уже тогда понял, оценил и тоже, кстати, публично сказал, что вот она, война началась за новый передел мира. Вот по итогам этой войны я имею в виду в глобальном масштабе, не по итогам российско-украинской войны, это не российско-украинская война, не заблуждайтесь. Это война именно России с коллективным западом за новый передел мира. Она по своей сути империалистическая война. Здесь многие леваки правы, только они хреновые диалектики, они не понимают, что в рамках империалистической войны может быть и война отечественная, так же, как в рамках Второй мировой войны. Сама Вторая мировая война начиналась как империалистическая война, запередел мира. Но в рамках этой войны есть отдельный период, который называется Великая Отечественная война, потому что мы, как социалистическое государство, защищали свою независимость, свой суверенитет, нам не нужны были чужие территории. Вот, и мы освобождали, защищали, вернее, а потом освобождали свою историческую землю, свою историческую территорию. То же самое произошло и сейчас. Сейчас просто руками украинцев Запад ведет с нами войну, причем не просто украинцев, а именно бандеровцев. А почему бандеровцев, это тоже совершенно очевидно. Я тоже об этом говорил давным-давно, но меня мало кто слышал. Дело в том, что в мире существует полным-полно националистических движений. Потому что национализм, как идеология, он есть порождение буржуазных общественных отношений. Нации, как таковые, они возникают именно с генезисом буржуазных отношений. При феодализме никаких наций нет. Там есть территории и государства, которые управляются теми или иными правящими королевскими, царскими, императорскими домами и так далее. Там в полном смысле говорить о каком-то итальянском, французском, русском, немецком и так далее государстве не приходится. А вот с утверждением буржуазных отношений там действительно возникает национальное государство и как отрыжка этих национальных государств возникает ура патриотические, националистические течения и т.д. и т.п. На Украине это движение началось еще в конце 19 века и затем активно себя проявило период революции гражданской войны Петлюровщина. Затем уже в 30-е годы на базе Петлюровских организаций возникает организация украинских националистов во главе с Евгеном Коновальцем. Кстати, Коновальц был полковником именно Петлюровской армии. И костяк боевой организации ООНовцев и так далее составляли именно Петлюровские офицеры и сечевики. Но потом к ним добавились всякая шпана типа Бандеров, Шукевич и т.д. Но самое главное в другом, что среди всех националистических движений, более-менее серьезных, которые составляют какую-то угрозу, только в украинском национализме существует одна из главных докторинальных установок, которую сформулировал Дмитро Донцов еще в 1926 году своей известной книжонке национализм. Значит, она звучит следующим образом. Мы, ширые украинцы, сторонники создания этнически чистого украинского государства, ради которого мы готовы положить свои головы в пятой десяткой. Никогда не решим эту главную историческую задачу украинской нации, пока будет существовать Московско-Азиатская империя. Поэтому параллельно с созданием этнически чистого украинского государства нашей не менее главной задачей, а может быть более главной задачей является уничтожение Московско-Азиатской империи, ну то есть России, российского государства. На Западе об этой докторинальной установке хорошо знали. Поэтому именно украинских националистов они избрали как таран в войне против России именно сейчас. Потому что каких-нибудь там финнов, каких-нибудь эстонцев, даже поляков пришлось бы уговаривать. Ребята, начните войну против России. Пожалуйста. Мы хотим ее уничтожить. Вы тоже вроде бы ее хотите. Да нет, у нас вроде нет такой цели и задачи. Мы хотим оттяпать у них там чего-нибудь. Оттяпать вот себе. Речь посполитую воссоздать там великую Финляндию, какую-нибудь великую Хирляндию, Истляндию, Мудляндию и так далее. Но уничтожить Российскую империю мы не хотим. Не-не, ну что вы, у нас нету такой цели. И только у этих дурачков, украинских националистов, есть вот эта бредовая идея. Она бредовая по своей сути, потому что уничтожить Россию невозможно, которая обладает ядерным оружием. Понимаете? А тут как раз следующий вопрос, он логично ложится, это то, что неоднократно и Байден озвучивал и так далее, что они добиваются стратегического поражения России, страны Запада, то есть скажем так, не про Украину даже речь. И тут непонятно, для чего нужно это стратегическое поражение России, вообще какой в нем смысл, и в принципе по сути с другой стороны это и для них самоубийство, зачем ядерной державе желать стратегического поражения? Нет, нет, тут все-то как раз логично, оно как раз и вытекает вот из того, о чем я вам сказал. Вот украинцы как раз и являются одним из элементов выполнения именно этой задачи, потому что они, во-первых, прекрасно понимают, что победить Россию на поле боя они не могут, по той простой причине, что это ядерная страна, поэтому им надо здесь, внутри, дестабилизировать обстановку таким образом, чтобы путинский режим был свергнут, чтобы к власти пришли опять вот та шобла, свора, которая сдала все интересы Советского Союза и России в 80-е и 90-е годы, чтобы опять здесь управляли Козыревы, Чубайсы, Гайдары и далее по списку. Вся эта пятая колонна, которая частично проявила себя, те, которые мотанули на Запад, а многие из них затаились, они здесь притаились, сидят на высоких должностях и в центральном аппарате, и на местах, строят из себя широк патриотов, искренних поборников русского мира и так далее, и так далее, не обольщайтесь, причем количество этих людей исчисляется тысячами, и это не какие-то рядовые обыватели, это люди, которые обладают реально властными полномочиями и ресурсами на всех этажах власти, во всех сферах государственного управления, во всех, в образовании, в том числе, кстати, и в военном ведомстве, и даже в органах государственной безопасности, вот это надо четко себе понимать, а стратегическое поражение России, слушайте, они же не идиоты, они прекрасно понимают, что в их понимании стратегическое поражение России, во-первых, ее разоружение, в прямом смысле, разоружение, сейчас они не могут этого добиться, а в случае, если придет представитель пятой колонны, России будут навязаны такие условия, которые просто вынудят начать самоуничтожение нашего ядерного потенциала, а что, такого опыта не было, как не было, а возьмите эпоху Горбачева, мы сами резали свои ядерные силы, и даже не ядерные, например, ту же АКУ, знаменитую, созданную в Коломенском КБ машиностроения под руководством легендарного Сергея Павловича Непобедимого, он же тогда в знак протеста против включения в договор с Американцами, первый договор об разоружении с американцами, этой ракеты подал в отставку, она была до 500 километров, а это ракета, которая способна была нести в том числе ядерное оружие, понимаете, ну, не стратегическое, тактическое, но неважно, то есть, опыт разоружения России, он был уже, коды перестройки, мы сами с потрохами сдавали американцам все и вся, а договоры до все об ограничении обычных вооружений в Европе, мы же сами, сами, еще до вывода войск из ГДР и т.д. и т.п., ну, тогда уже объединенная Германия, мы сами, значит, до максимума сократили пребывание наших войск в Европе, включая территорию Советского Союза, и за Урал загнали наши танковые авиационные армии, дивизии, т.д. и т.п. Это все в одной парадигме и так далее. Это первое. Второе. Расчленение России просто на регионы. Дальний Восток отдельно, Сибирь отдельно, Урал отдельно и так далее, и так далее. Что таких поползновений нету, они еще были в начале 90-х годов. Вспоминайте Уральская Республика Росселя, Кавказ и так далее. Тут взрывного потенциала выше крыши. И он всегда в России присутствовал. Просто вот эти националистические или автономистские группировки и чеки, они носили маргинальный характер и все время держали, что называется, в узде. Но тут они эту узду снимут, начнут активно подпитывать, начнут активно пропагандировать, особенно молодежь. В том числе через всякого рода медресе, проповеди религиозные. Это же делается как два пальца бассете, извините за выражение. Это у них уже отработано все. Но расчленить Россию, например, центральную Россию, этот, как ее, там, ну, например, историческое ядро нашего государства, свести до уровня московского княжества, какого-нибудь 14-15 века, а рядом создать какой-нибудь Муромо-Рязанское, а там еще какой-нибудь Суздальско-Нижегородское, ну, я утрирую, ну, чтобы вы поняли. А потом еще и стравить их между собой. Скажите, слушайте, давайте, давайте, воюйте, и т.д. и т.п. Нам сейчас кажется это нереальным, смешным, ну, посмотрите на Украину. Кто когда мог подумать, что мы будем с Украиной воевать, что мы будем, значит, жахать там по Харькову, Сумам, Чернигову, Киеву и так далее. Так что, поэтому у них этот идея фикс есть и так далее, и так далее. Но есть красные черта, связанные с применением ядерного оружия. А вот здесь, вот здесь, они, конечно, эту красную линию не перейдут. Понимаете, и вот вы, значит, чтобы, ну, как бы более понятно вот нашему обывателю объяснить, то есть человек, который не вовлечен. Ведь они на что рассчитывают, или вернее рассчитывали, что в ходе боестолкновения на Украине они, значит, добьются поражения России на поле боя. Это не шутка была. Они думали, что сейчас вот украинцы, по сути дела те же русские, значит, получат от Запада значит, первоклассную технику и т.д. мозги промыты вперед из песни. Они нанесут ряд поражений, крупных поражений и заставят Путина сесть за стол к переговору. И Россия будет навязана их условия мирного договора, нового мирного договора. Что ты отдаешь то-то, 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 платишь контрибуцию, ну, и так далее, и так далее. Вот у них было какое видение. Понятно, что вот такие бы условия договора, они вызвали бы взрыв общественного недовольства, негодования, популярность Путина там упала бы до Плинтуса, что называется, вот тебе и готовый госпереворот. Ну, условно говоря, я утрирую, но я вам пересказываю их представление. Но у них что-то пошло не так, понимаешь? Вот как раз уже еще интересно санкции обсудить в том контексте, что вот Советский Союз практически всю свою историю под санкциями находился, Россия с 2014 года под санкциями. Ну, и понятно, что даже страны Запада, которые это и вводят санкции, они говорят, что это часть экономической войны против России, экономического противостояния, чтобы ослабить Россию. Ну, с одной стороны, когда они вводят, они говорят, что эти санкции очень эффективны, и результативны, с другой стороны, часть даже западных профессоров сами потом с иронией говорят, ну, вот, наводили санкции, но вы видите, что Россия, наоборот, за счет этого становится как раз, экономические процессы, наоборот, нормализуются, и экономический рост появляется, и правильные процессы начинают идти, которые идут в пользу роста экономики российской. Вот в чем здесь противоречие, вот, что вообще происходит, как это можно оценить? Ну, по поводу роста российской экономики я тоже не обольщался, потому что надо смотреть на сектора экономики. Рост идет военно-промышленного комплекса, понятно, что с военно-промышленным комплексом завязаны станкостроение, машиностроение, радиоэлектроника и т.д. и т.п. Но там надо смотреть, что за компоненты, насколько они российские компоненты. Это вполне возможно могут быть и китайские, и иранские, и корейские, и индийские, и т.д. и т.п. У нас не общий подъем экономики как таковой, понимаете, все-таки у нас нанесен был страшный удар по высоким технологичным отраслям. Да, что-то сохранилось, да, какие-то производства восстанавливаются. Я вот сам был на Кировском заводе и, честно говоря, порадовался и культуре производства, и тому, что там реально работают станки, производят нужную продукцию, причем я замечу, что они сами-сами сделали коробку автомат для Кировца, понимаете, они сами создали, сами разработали, создали, внедрили в производство новую систему плугов, ну, и так далее, и так далее. Это действительно производит большое впечатление. Но каковы масштабы всего этого? Тут вопрос о масштабировании всего этого. Понятно, что во многом отчет правительства и все остальные реляции наших телевизионных патриотов, они носят пропагандистский характер. Тут тоже этому обольщаться не надо. Это первое. Второе. Санкции это всегда, во все времена, это была обоюдоострая меч. Не надо представлять дело таким образом, что санкции не бьют по их инициаторам, бьют. А здесь эти ребята перегнули палку. вот там вот это кстати и характеризует уровень противоречия внутри самого империалистического лагеря. Потому что Россия Россия, но они свои шкурные интересы не забывают. Те же американцы по отношению к Европе. Нахер им нужна Европа как конкурент. Тем более в условиях у них резкого спада промышленного производства. Зачем им нужен мощный автопром Германии. К чему? Вот они и ударили по нему. Как можно ударить по автопром Германии? Да очень просто. Повысить несколько раз стоимость энергоресурсов. Чтобы себестоимость их машин взлетела в разы. Значит они не будут конкурентно способны на мировом автомобильном рынке. Это совершенно очевидная вещь для любого здравомыслящего человека, школьника, даже старшеклассника. Он это все прекрасно понимает. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Россия не всегда была под санкциями. Потом санкции и санкции морозят. У нас ведь многие санкции носят персональный характер или узкосекторальный характер. Когда говорят, что у нас 10 тысяч, 14 тысяч, 20 тысяч санкций. Но многие эти санкции связаны с конкретными лицами, с их компаниями. Потом у нас многие компании не носят виртуальный характер. Там по тем же банкам санкции ввели, например. Простому обывателю вот нам с вами от этого ни жарко, ни холодно. Понимаете? Или они ввели санкции против, например, каких-то научно-исследовательских институтов. Там действительно это подталкивает разработки. Ну, понятно, научно-технологические разработки, но это напротив хорошо. Я в данном случае вспоминаю там довоенную эпоху. Там тоже была по сути дела золотая блокада. У нас очень были ограничены ресурсы для внешнеторговых операций. Нам практически не продавали западные технологии, и на экспорт мы могли посылать только лес, нефть, там еще что-то. И то, там тоже постоянно это. Но мы даже в тех условиях, в тех тяжелейших условиях нашли разного рода лазейки, в том числе через того же Нульбекяна, который был большой поклонник западноевропейской живописи. Мы ему картины из Эрмитажа, а он нам свои подставные конторы для торговли нефтью, даже спичками. То же самое министр финансов, забыл я его фамилию, Мелон, что ли, ну не помню, не буду врать. Тоже большой поклонник европейской живописи эпохи Возрождения. Ну мы ему продали там с десяток картин. Он тоже нам свои фирмы прокладки. То есть всегда можно найти лазейки и так далее. Поэтому я не стал бы педалировать про эти санкции. И потом у нас тут импортозамещение тоже оно такое довольно своеобразное. Мы же не производим свое, а мы просто переключились на китайцев. У нас вместо немецких автомобилей нашей сборки, вместо немецких автомобилей нашей сборки бегают китайские автомобили нашей сборки. Ну условно говоря, просто линии переналадили и все. И кричим, что это импортозамещение. Ну не смешите мои тапки. А многие отрасли да, действительно надо поднимать и причем надо поднимать такие, ну как бы критически важные для нас отрасли. Прежде всего авиастроение. Потому что у нас огромная страна. Если бы мы были размером с Израиль, зачем нам эта авиация? Понятно? Сел, так сказать, после завтрака за руль автомобиля и пообедал на другом конце государства. Понимаешь? А у нас этого нету, поэтому нам нужны разного класса самолеты. И дальнемагистральные, и среднемагистральные. Я не знаю, как там насчет с разработками и как с комплектующими, но у нас есть прекрасное Ильюшинское КБ. Ведь там разработаны блестящие были самолеты. Я летал на них просто. Это самолеты крепости. Ни одной аварии. За все время эксплуатации ни одной аварии. Например, Ил-86. Прекрасный самолет. Не то, что эти сраные Боинги, там просто лететь невозможно. Сидишь, ухожился вот так вот. Вот так вот весь, как это, ноги не можешь и так далее. Узкие кресла. Как они под американских вот этих вот негритянок и так далее. Они же там все жирные. Как они в эти кресла помещаются? Проходы проходы какие-то в туалет. Не знаю, там можно только часть своего тела в туалет засунуть и на глазах у всех, что называется, отлить. Понимаете? А все наши Ил-2. там и суперджет. Ну, суперджет только там говорят, что там только оболочка наша все. Ну, дай бог, если это... Ну, на это же надо время. Хотя не так много, как кажется. Потому что, опять-таки, учитывая наш опыт. Слушайте, ну, мы за 10 лет, предвоенных 10 лет, ну, чуть больше, 11 пускай. Мы же действительно превратились из аграрно-индустриальной страны, аграрно-полуиндустриальной страны, я бы вот так сказал, в индустриально-аграрную страну. Построили десятки тысяч первоклассных предприятий. Из них 10 тысяч это были гиганты советской индустрии. В прямом смысле, которые нас спасли во время войны. Вот. И которые, к счастью, многие из которых мы смогли вывести. у немцев из-под самого носа, понимаете? Но мы еще и во время войны строили предприятия. И после войны у нас началась вторая индустриализация. У нас мало кто об этом говорит. После войны у нас началась новая индустриализация. Я вот в данном случае вспоминаю тех же ленинградских руководителей, которые потом получили по заслугам за свои делишки. Они же требовали от Сталина, чтобы он многие предприятия, эвакуированные из Ленинграда в ходы войны, вернул зад. Вот. С тем, чтобы поднять как бы опять престиж города и чтобы получать из государственного бюджета понятные новые деньги. А Сталин сказал, нет, ребята, ку-ку, вы давайте развивайте у себя топливную промышленность, потому что если вы хотите строить предприятия, то вам нужны энергоресурсы для того, чтобы автоматизировать уже процессы производства. Уже по старинке работать нельзя. Значит, у вас там нету нефти и газа, но у вас полно-полно торфа. У вас там богатые лесные ресурсы. Значит, ваша задача развить топливную промышленность, свою местную топливную промышленность. Они его не услышали, кстати. Занимались приписками, но это отдельный разговор. А многие предприятия, которые из того же Питера, не только из Питера, но из того же Питера, были вывезены за Урал, Сибирь, Восточную, Западную Сибирь. Они остались там. Они составили костяк и основу индустриализации Сибири и Дальнего Востока. Туда поехали кадры инженеров, рабочих. Это создало, в свою очередь, базу для создания высших учебных заведений, для подготовки инженеров, технологов и т.д. и т.п. То есть, видите, какой был государственный подход. Не надо концентрировать все и вся только в нескольких крупных промышленных центрах. Тем более в условиях наличия ядерного оружия. Понимаете? Потому что достаточно сбросить пару бомбочек на Ленинград и ничего от промышленного потенциала не осталось бы. Ну, вы поняли, да? А надо вот раскидать как раз эти промышленные предприятия, причем чем дальше вглубь страны, тем лучше. Потому что угроза уничтожения этих предприятий и плюс идет освоение Сибири и Дальнего Востока, в том числе и заселение Сибири и Дальнего Востока. Это тоже проблема. Она и тогда стояла, и сейчас. Сейчас она стоит куда как остро. Но я замечу, что большевики эту проблему решали очень успешно. Потому что население Сибири и Дальнего Востока постоянно росло. Как и росло количество городов, промышленных предприятий, промышленных объектов, инфраструктуры и так далее. Сейчас вот сколько лет пытаются заманить людей туда этим как Дальневосточным гектаром и каков результат. За последние несколько лет численность Дальневосточного региона на 2 миллиона человек скукожилась. Это же огромный регион, который мы просто физически не удержим, если там не будет достаточного количества людей. Причем не абы каких людей, а чтобы это был высокообразованный инженерный корпус, пролетариат, в хорошем смысле этого слова, промышленный пролетариат, чтобы там были учебные заведения, хороший состав учителей, профессор преподавательских кадров, медицина, система или сфера обслуживания, социального обеспечения. Так что вот таким вот образом. Отлично, спасибо большое, очень интересно, очень интересно, спасибо.